Смотри. У тебя и так как бы видно курсор, поэтому не надо. Ладно. Начнем? Да. Блин, дурацкая хрень. А еще там, может, комьюнити минутку подождем. Чисто из приличия. Как теперь это убрать? Все. Ну, не сказал бы я, что тема такая прям, что для комьюнити. Ну, ладно. Ладно, давайте я предлагаю начать. Если что, видео можно будет скинуть. Слышно меня, да? Да. Хорошо. Сегодня мы поговорим про CMake и про то, какие фишки CMake мы используем как коренной в Arochim. вообще CMake задумывался как кроссплатформенная опенсорсная система для того, чтобы билдить что-то. в сущности ты пишешь CMake файл конфигурации, а CMake должен за себя все остальное сделать. Например, это должно быть кроссплатформенное, там, независимое, не зависит от компилятора, и CMake будет генерировать нативные make-файлы. И сейчас CMake интегрирован почти во все популярные IDE, поэтому это удобно. В CMake в Arochim мы используем 3.51 минимум. И для того, чтобы CMake билдить, в проект у нас есть вот такие флаги. По умолчанию у нас билдятся всегда тесты и lips packaging. Для того, чтобы делать всякие свиги, нужно дополнительно указывать флаги. То же самое с бенчмаркерингом, coverage и так далее. Вообще, CMake, особенно у нас... Прости, Булат, можно сказать? Ну, на самом деле, если ты хочешь со свигом билдить, свиг требует более высокую, чем 3.51 версию, как минимум 3.7 с чем-то, это надо кости. Во-первых, во-вторых, с недавних пор у нас же еще один флаг есть, который позволяет билдить клиентскую либу без старой модели, если я не вру. Недавно смёрджили в develop. Поправь, если я не вру. А как недавно? Недавно, это, наверное, дня 2-3, может быть. Так что там прямо в корневом CMake это выглядит как что-то backward compatibility, как-то так. А, да-да-да, есть такое, да. Я не докопировал. По подробности как бы вы можете увидеть в корневом CMake нашем. Там, в принципе, комментарии, ну, понятно, за что, зачем нужно. Да, тут, по-моему, написано в начале здесь, и вот следующий там есть option как раз про backward compatibility, я его просто не скопировал. Да, это лежит прямо в корневом прям в системе. Вот. Тогда нам нужно минимум тоже update-ить. Так, ладно, идем дальше. Вообще, вся Eroha организована в такую иерархическую структуру, где на верхней структуре у нас есть схема, leaps, Eroha D, Eroha CLI и shared model. И в каждой из этих папок есть еще подпапки, например, в Eroha D есть подпапка Amitsuchi, и внутри Amitsuchi тоже есть CMake файл, и CMake файл Amitsuchi организовывал таким образом. Для того, чтобы Amitsuchi воспринимается как библиотека, как будто отдельно, есть у нас такая команда называется addlibrary. Для того, чтобы сбилдить, например, файлы, относящиеся к Amitsuchi и объединить их в одну библиотеку, надо писать addlibrary, название библиотеки и cpp файлы. здесь не нужно указывать хедера, здесь нужно указывать именно имплементацию именно cpp файла. И для того, что и вот в этих файлах могут использоваться другие библиотеки, ну, например, optional или redis, то они присоединяются с помощью target link libraries. Таким образом. В общем-то, наверное, это самое простое, что может быть без дополнительных заморочек. Наши вот депендиксы прописываются в cmd dependencies. Так. Например, вот так вот. У нас есть find protobuf, там прописывается просто обычно find package и название библиотеки. Это сторонние внешние библиотеки. Протобуф, например, это вот так. Если хотите добавить еще и флаг, то это делается с помощью option. По умолчанию система будет пытаться найти протобуф уже установлен на системе. И для того, чтобы find package работал, нужно задефинить find в cmd modules find, например, find protobuf.cmd. Он выглядит таким образом. Если вот тут добавляется if find protobuf, то есть найти сначала в системе, вы можете изучить это поподробнее, там много кода, но в общем-то разобраться можно. И также у нас есть вариант скачать его, например, с githa, там указывается ссылка с помощью set, например, seturl. И для того, чтобы добавить библиотеку из githa, используется external project ad. Название, ну и вот. В общем-то, например, можете смотреть protobuf или ggpc, там организация понятная. Так, конкретно с protobufом есть еще такой прикол, что у самого protobufа есть свой компилятор, и для этого нам пришлось сделать специальную функцию compile proto to cpp, и у нас в схеме определены protoфайлы, там их штук 10 или 20, и для каждого protoфайла мы сначала делаем compile proto to cpp, который превращает его, который делает хедер и c имплементацию. Функция выглядит таким образом, сами функции можно самому добавлять кастомные функции в functions cmake тоже лежит в папке cmake. И тут есть один прикол compile proto to cpp, он эти файлы нужно чистить перед тем, как компилировать. Например, если вы что-то делали в своей ветке, использовали, сбилдили сам проект, от него могут остаться вот эти h и cc файлы, а скорее всего и останутся. И если переключиться на другую ветку, например, develop, и попытаться ее сбилдить, то могут быть ошибки. Либо там будет лишний proto-файл, либо чего-то будет не хватать. Поэтому вот эти файлы нужно будет очищать перед тем, как перебилдить в другой ветке. да, иначе будут ошибки в compile-тайме. Так, насчет тестов. Мы тоже пытались упростить добавление тестов, и для этого мы сделали свою функцию add тест. Оно создает тест с таким названием и на конкретные сорсы. Вот пример Amitsuchi тест, и тут указывается сорс самого теста. Ну, и библиотеки точно так же подключаются, как и через Target Link Libraries. В общем-то, да, это все. Есть вопросы? Возможно, тогда стоит еще отметить, что в папке тест сохраняется структура, к примеру, которая используется для модулей, то есть если тесты папки для каких-то модулей в ROHD, то в папке с тестами сохранится такая же структура. А, это по организационной части, ты имеешь в виду? То есть организация конкретно в тестах? Например, у нас есть тесты модуль, есть ROHD, и структура папок в ROHD совпадает с сама ROHD. Ты это хотел сказать? Нет. или нет? Да, да, нет. Еще, наверное, один прикол, это вот эти вот добавления target libraries. Например, здесь используют сами сучи lips common, которые определены в самой ROHD. И он их вообще по умолчанию, если больше ничего не делать, только вот это сделать, он их не видит. И для того, чтобы это решить, проблему мы добавили вот это. субтитры и субтитры Ну, сейчас добавление тестов довольно простое. Нужно просто сделать этот тест и таргет он будет по умолчанию видеть. Да, Андрей? Раз-раз. Слышно? Да, слышно. У меня есть замечания. Есть несколько, короче, вариантов, как можно улучшить наш стимейк. Вот я сейчас заметил function addTest. Она, кстати, была написана еще в очень древние времена и с тех пор не переписывалась. Вот эта переменная source, она принимает скорее всего, если ты напишешь вот так вот, как ниже написано addTest, на мисуче тест, и потом один cpp-пишник, ты ей, скорее всего, можешь перетать только один source-файл. Ты не можешь создать нескольких source-файлов. Я вот сейчас более-менее в свободе могу сейчас пофиксить это. Там есть varagen function аргументы в семейке. Может быть, так же самое, как вот addLibrary или targetLinkLibrary точно так же будет, можно будет писать список. И, наверное, еще вот по proto-бафу compile proto-to-cpp. Я не знаю, есть ли смысл его вносить из схемы в build. Какой в этом может быть смысл большой? В целом, эти proto-файлы можно почистить между переключениями мерветок с помощью target'a clean, который задается. То есть, если сделать CMake, указывать папку build'a и target'a clean, то он файл сминижированный очистит тоже все. Да, но если ты удаляешь... Ну, я использую либо clean-sh, либо getclean минус fdx. fdx, он стирает вообще все. То есть, мне, может быть, часть не нужно стирать. Там, типа, external, перед которой мне не нужно стирать. Ну, вообще говоря, чаще всего, да, external не нужно стирать, не нужно стирать только вот эти штуки. Да, а getclean стирает вообще все. И, по-моему, clean-sh тоже стирает что-то лишнее, кроме... Уже не стирает. Ну вот, видишь, тут есть. Я, наверное, не обновлялся давно. Показывай. Булат? Да, я тут. Тебя только презентация показывает. То, что ты там выделял, что-то показывает. А-а-а, я понял. Сейчас. Да, он external удаляет. Да, вот сейчас видно, да? Угу. Ну вот. И вот это вот, в общем, лишнее. Потому что обычно между ветками редко бывает, что меняется external. и из-за этого игрок собирается медленнее. Мне кажется, имеет смысл просто сделать таргет на семейк подобное. Да не надо таргет на семейк. Можно просто экстерном вот так убрать и все. Ну, точку. В целом, должно быть достаточно возможности билд-системы без каких-то внешних скриптов. то есть если не нужно удалять экстерном, то его можно исключить из таргета клин и его очищать отдельно. То есть вариантов много. Можно сделать на этот задание. Может было от каких-то еще странностей видел семейки? Как я могу сказать? Что можно улучшить? Ну, насчет этих функций интересно. Есть разные мнения. Например, кто-то считает, что если ты делаешь свою функцию, значит что-то не так. значит неправильно используешь семейк. Но по мне так они довольно упрощают все. Как можно улучшить? Вот включи главный семейк-лист. Ага. Видишь? Include directories. несколько штук. По-хорошему в нормальных проектах такого не должно быть. В больших проектах это точно не должно быть так. Потому что вот сейчас к примеру... Ты про что? Вот это? А, вот я вижу. Вот, у тебя есть папка crypto в ROHD и shared model и в lips. И все три директории инклудятся. Когда ты пишешь include crypto, поскольку это топ-левел директория для тебя, ты внутри C++ пишешь include, там двойные кавычки, пишешь crypto slash, то твой линкер, ну или вообще твой компилятор не сможет понять, какой именно папке crypto у тебя будет name collision между директориями. по-хорошему нужно делать так, что ты объявляешь таргет, пишешь add library, например, это таргет для семейка. Ты пишешь target link libraries, это все таргеты, которые нужно прилинковать. И ты пишешь target include directories. И прям только те директории, которые нужны для этого таргета, только их ты инклудишь. Все остальные не нужны, значит, не инклудишь. То же самое можно и нужно делать с compile options. Если у тебя есть какой-то таргет, который нужно с билдить без экзепшенов, например, все остальные не обязательно билдить без экзепшенов, значит, ты берешь и пишешь там target compile definitions и к таргету добавляешь compile definitions. К примеру, то есть не должно быть в больших проектах вот таких вот топ-левел include directories, link libraries, link directories, это не должно быть, которые на все таргеты влияют. И еще, кстати, вот сейчас ты упомянул, что версия 3.5.1 на самом деле уже 3.5.2, потому что нюдб с 3.5.1 не собирается, он требует 3.5.2. Нет, свик, по-моему, 3.7. Да, но свик вот нужно выяснить, какую версию свик требует и тогда уже обновить. мне кажется, мне кажется, 3.8.1 можно поставить и забить. Тогда чем выше версию стать, тем уменьше числа людей по умолчанию будет собираться проект. Согласен. Согласен. у нас есть таргетов на анализ, например, cppcheck, то есть ты можешь написать make cppcheck, то есть ты делаешь cmkdir, build, туда заходишь, там cmk две точки, оно генерит cmk файл, то есть make файл, пишешь make cppcheck и он создает папку, в белой дее создает папку reports, в которой будет xml report cppcheck. То же самое можно запустить ctest, ну, то есть собрать, потом запустить ctest, потом написать make gcover и он берет coverage. Тоже и кажется, недавно еще добавили можно C-Lang формат применить, насколько я помню. Это cppcheck как-то используется, то есть я вижу, что все запускаются, но они разу не в жизни потому что надо заходить на sonar.soramitsu.co.gp и на sonar все вот эти репорты, которые генерятся вообще над проектом, то есть папки reports, они парсят с sonar сканером и sonar сканер уже потом отправляет на sonar.cube, который по адресу sonar.soramitsu.co.gp и там уже показывается все, все, все. По-хорошему еще Valgrind надо запускать, но Valgrind плохо дружит иногда с gRPC и со всеми этими. Дело в том, что санитайзеры не могут быть с парсами с сонаром. Вот Valgrind может быть. Valgrind санитайзеры в чем плюс ты делаешь санитайзером и отпускаешь тест и если там все плохо то то что ты получил считать. Булач что-то еще хотел сказать насчет флагов? Насчет вот этих флагов, скорее всего. То есть у нас ошибка на если unused параметр и deprecate declaration правильно? то есть эти ошибки выключены. Потому что в тестах минус W ROR стоит и все варнинги тракуются как ошибки. вот эти два варнинга были в системе их никак нельзя было поэтому их выключили. Ага, понятно. все вот заметил может если кто-то еще подклинился и есть какие-то вопросы можно задать. В идеале это все так таким чтобы тот кто его запускает не думал о том как это работает просто написал и все работает. Да, это как со стороны пользователей со стороны контрибьюторов как бы тоже должны быть представления как можно расширить CMake добавлять свой тест или что-то еще Спасибо, пока. Пока.